Значит, наш разговор я предлагаю с таким французским прононсом. В общем, очень интересное событие, и очень интересно рассмотреть их в динамике. Утро. Появляется материал, где Макрон говорит, что если введут войска французские в Украину, российские по ним ударят, то помощи США и НАТО не потребуются. Захарова, спикер МИД Российской Федерации, говорит, что полторы тысячи военных уже готовы до конца месяца появиться в Украине. И потом состоялся такой очень интересный разговор Ле Корню и Шойгу. Два министра обороны созвонились. Французская сторона, говорит, обсуждали Крокус и события, связанные с терактом в Подмосковье. У российской стороны гораздо более шире пресс-релиз. Там появляется формулировка «стамбульские договоренности», «обсуждали Украину». В общем, какая-то очень интересная история. А тут мы войска вводим, а тут мы «стамбул-2» обсуждаем. Ну и вот сегодня, собственно, в Рейтерс, источники в правительстве Франции сказали, что это ложь и провокация, и, собственно, никто ничего, кроме Крокуса, не обсуждал. Так получается, Россия продвигает «стамбул-2». Что думаете по этому поводу? Вы знаете, вот среди российских государственных учреждений Министерство обороны, пожалуй, одно из самых лживых. Ну, генерал Коношенков. Мы его часто видим, слышим это лицо или голос Министерства обороны, который известен своим тотальным броньем. Поэтому, ну, все-таки репутация такая соответствующая. Я думаю, что вот в этой ситуации я бы все-таки не стал доверять, особенно сообщениям Министерства обороны. Вполне возможно, что они действительно выдают желаемое за действительное. Ну, а что касается продвижения каких-то стамбульских договоренностей, то, вы понимаете, ну, вот на свете человек, который всерьез может представить себе, что может сегодня состоиться вот в той ситуации, которая есть сейчас. Те заявления, которые делает Россия постоянно. Те действия, которые предпринимает российская сторона, уничтожая, фактически уничтожая Харьков. Ну, вот можно ли себе представить, что вот садятся за стол переговоров там, ну, я не говорю уже таких, такой экстрим, как за столом переговоров Зеленский и Путин. Это совсем не научная фантастика, но даже какие-то делегации России и Украины, вот они садятся, и что? И что они делают? О чем они говорят? Вот они говорят о чем? И как можно совместить позицию России, которая постоянно сейчас говорит о том, что фактически Украина должна быть уничтожена, Украина должна быть захвачена, русские города Харьков, Одесса, Киев, они должны вернуться в состав России, и Украина, которая этого не хочет. Я с трудом представляю себе, как можно совместить за одним переговорным столом две такие позиции, где точка компромисса. И, по-моему, очевидно, что это иллюзия. Что касается позиции Эрдогана, который готов выступить в качестве модератора, ну, понятно, он претендует на роль мирового игрока, мирового лидера. Это очень удобная позиция, он готов постоянно заявлять о том, что он является тем модератором, тем глобальным лидером, который пытается снять эту проблему одной из самых главных на сегодняшний момент конфликтов. Он пытается его разрешить, он на этом получает какие-то бонусы. Я не думаю, что такой опытный политик, как Эрдоган, всерьез верит в то, что эти переговоры могут состояться. То есть это, знаете, как конечная цель, ничто, движение, все. Вот об этом... В любом случае, рано или поздно, все нужно будет решать за столом переговоров. Просто вопрос, рано или поздно. Ну, тоже, понимаете, я не уверен в том, что все решается за столом переговоров. Бывают и другие ситуации. Бывают и ситуации, например, когда... Ну, другой исход, например. Например, бывают капитуляции. Я сейчас не говорю о том, что я верю в то, что какая-то из этих двух сторон. Но какой итог был Второй мировой войны? Там были переговоры. Это единственный прецедент в истории, когда... Ну, почему? Были самые разные ситуации. Ну, как единственный прецедент. Были ситуации, когда были полные безоговорочные победы. Когда страны исчезали в результате конфликтов. Всякое бывало. Например, ну, вот то, что считается холодная война, это что же война? Да, она со своими особенностями, но в результате этой войны одна из сторон этой холодной войны исчезла. Просто развалилась. То есть, там не было никаких переговоров. Просто исчезла одна из сторон. Вот. Поэтому могут быть разные варианты. Знаете, вот... Александр, я просто не сторонник категорических каких-то утверждений, что вот обязательно должны быть переговоры. В данном случае я просто вижу, что... Да, на сегодняшний момент... Я всегда оговариваюсь, я с вами согласен, что да, на сегодняшний момент никаких переговоров быть не может. В этом я убежден. То есть, на сегодняшний момент представить себе какой-то стол переговоров, за которым сидит, ну, представительная, не какая-то декоративная, а представительная делегация, уполномоченная властью делегации Украины, уполномоченная властью делегация России. И на этом столе лежит какой-то документ, который они хотят согласовать. Вот что в этом документе может быть написано такого, чтобы была реальная возможность договориться? Я это не могу сказать. Ну, смотрите, вы же начали с Франции. Ввод французских войск. Некоторые так смотрят и следят за этой эпопеей Макрона. Судя по всему, если вот пошла вот такая разноголосица, то это вполне себе вероятно ввод войск после некой заморозки или перемирия конфликта. Что думаете по этому поводу? Нет, я думаю, что ввод войск после заморозки или перемирия, он теряет смысл. Зачем вводить? Нет, ну, опять-таки, понимаете, вы как бы немножко перелистываете несколько страниц и заглядываете в конец учебника. Я всегда так делаю. Нет, ну, я понимаю, да, это, что называется, стаж. Тут ничего не поделаешь. Но в данном случае, если отвлечься от вашей биографии, то вернуться к событиям мировой истории, то у меня все тот же вопрос. Переговоры о чем? Где точка компромисса? Я ее не вижу. Если вы видите, поделитесь, я думаю, что всем будет интересно. Ну, смотрите, судя по тому, что пишет в последнее время пресса западная о том, что есть угроза Киеву, Харькову, Одессе, о том, как реагирует посольство Казахстана, Китая и Турции, обращаясь к своим гражданам, что нужно как можно быстрее уходить из вышеназванных территорий, регионов. Вот эта история с вводом войск, она смотрится как некий пункт. Почему я так утверждаю, исключительно опираясь на свою собственную аналитику? Ну, вот румыны принимают решение, что, ну, в общем, есть разрешение задействовать румынские войска за пределами территории Румынии. Ну, вот как-то так, да? Тут мы видим французов, которые вот эти, да, полторы тысячи, которые фигурируют со стороны Кремля и МИД Российской Федерации. То есть, в любом случае, ведь вся эта война, и утверждает об этом украинское руководство, для того, чтобы занять некую более выгодную позицию, лучше место подобрать за столом переговоров. И вот эти действия западных партнеров и французов, которые коммуницируют с Соединенными Штатами Америки, Блинкен, вон, приехал обсуждать Украину и Газу, кажется, что это как раз-таки движение в эту сторону, направленное на вот это лучшее место за столом переговоров. Вы знаете, ну, давайте опять-таки по пунктам, то есть, что касается вашей аргументации, значит, ну, прежде всего, полторы тысячи. Откуда взялись эти полторы тысячи? Это Захарова сказала, правда ли? Вы Захаровой всегда верите? Я нет. Вы думаете, их 15 тысяч? Я не знаю. Я вообще не знаю, понимаете? То есть, значит, Захарова сказала о количестве французских войск, которые будут введены на территорию Украины. Для меня Захарова не является доверительным источником. Поэтому я это просто пропускаю мимо ушей. У меня есть специальная программа, называется «Медиафрения». Это анализ того, как они врут. Вот это туда, понимаете? Но, как доверительный источник, там много чего говорится. Там говорится о том, что, значит, вот эти террористы, им внедрили чипы в мозг, и их, так сказать, лишили сознания и так далее. То есть, много чего. Боевые комары, там много чего говорится из российских официальных источников. Я не рассматриваю это как источник информации. Это, ну, просто попутное замечание. Значит, то, что сегодня очень многие на Западе говорят о том, что будет после того, как Путин победит Украину, об этом говорят многие. Это не означает, что они действительно, их аналитика показывает, что Путин реально может победить Украину. Это, скорее говорится, ну, как я это вижу, как говорится, для мобилизации своих ресурсов, как необходимость. То есть, им нужно начать серьезную, ну, я бы сказал, милитаризацию своих экономик. Европа, понимая, что, в принципе, угроза агрессии со стороны восточного соседа, восточный сосед безумен, агрессивен, вооружен. Оказалось, что, в общем-то, неплохо вооружен и готов воевать. То, что на сегодняшний момент вероятность войны против стран НАТО не очень велика, это не означает, что ее нет совсем. Европа оказалась в ситуации, когда 30 лет расслабленности, вот этой вот, я бы сказал так, фукуямовщины, когда все, конец истории, уже, так сказать, всех победили, никакой угрозы нет, осталось заниматься только зеленой экономикой, значит, осталось заниматься только правами человека, решать проблемы, значит, ЛГБТ, прав животных и так далее. Все это очень важное и нужное, глобальное потепление, это очень важные и нужные проблемы, но это сопровождается тем, что вообще, в принципе, армия не нужна. Ну, так, в основном. И Европа расслабилась. А сейчас, когда на Востоке вдруг неожиданно, то есть думали, что империя зла все уже навсегда, и это вот как раз одно, это то, что я, может быть, не очень справедливо, но называю фукуямовщиной. Ну, так проще. Отсылка вот к этому замечательному труду Фрэнсиса Фукуяма. Конец истории. Оказывается, история не кончилась. И никакого нового человека не появилось. А человек все тот же старый. Все тот же скиф-азиат с раскосыми и жадными очами. Которые все точно так же, как и, значит, 30 лишним лет назад, в общем-то, тощат свои кинжалы и ножи. Вот. И поэтому выяснилось, что армия нужна. Для того, чтобы убедить население, мобилизовать население на то, чтобы оно согласилось на серьезное изменение бюджетов, на то, чтобы омертвлять значительную часть бюджетов, средств, экономики, сил, жизненных сил своих народов в армии, в военной промышленности. А это омертвление, безусловно. Для этого нужна такая вот мобилизация сознания. Для этого преувеличивается, безусловно, с моей точки зрения, преувеличивается готовность и сроки возможного, так сказать, наступления, возможного нападения России. А для этого говорится, что Украина вот-вот может быть повержена. Кстати говоря, то же самое примерно говорит и президент Украины Зеленский. Он говорит о том, что если Украина проиграет, то нападут на Запад. Означает ли это, что Зеленский всерьез видит такую значительную вероятность проигрыша Украины? Думаю, что нет. Думаю, что нет. То есть, исходя из всего остального, думаю, что нет. Я думаю, что это какие-то движения в информационной войне. Идет информационная война. И информационная война, она не очень хорошо совместима с абсолютной кристальной честностью и кристальной прозрачностью и с полным соответствием слов реальному положению дела. В информационной войне обманывают друг друга. Они преувеличивают, создают, так сказать, ложные угрозы. Ну и, короче говоря, все то, что делается в информационной войне, как и в обычной войне, тоже, так сказать, стараются друг друга запутать, создают ложные направления ударов и так далее. Поэтому вот все эти движения, все эти заявления по поводу того, что вот Украина сейчас проиграет и Россия нападет на Запад, я думаю, что это элементы информационной войны. Очень интересно по поводу Запада. Сегодня 75 лет НАТО. Ну, такой день рождения, юбилей у организации. Вчера разошлись цитаты Столтенберга, который, собственно, как-то уж очень похоже на Линдси Грэма, на других спикеров из Запада, отзывался о войне в Украине, говорит, что это очень выгодно, истощить, собственно, ресурсы, ну, как вы выразились, да, этого зла, не потратив ни жизни, ни одного солдата НАТО, страны НАТО, соответственно, ну, не потерпев каких-то издержек. Все издержки, мол, легли на Украину. Ведь это же косвенно подтверждает путинскую пропаганду о том, что идет война с Западом и со всем НАТО в Украине. Ну, по-моему, ровно наоборот. Если учесть, что ни один солдат НАТО не находится на поле боя, то, значит, никакой войны с НАТО нет. Разве нет? Когда идет война, то гибнут солдаты. А НАТО не воюет с осей, поэтому ни один солдат НАТО не гибнет. Вот и все. Поэтому Путин врет, как всегда. То есть, то, что вы сказали и то, что вы процитировали Столтенберг, как раз подтверждает ровно противоположность. Цель истощить и нанести ущерб России, как бы, озвученный Столтенберг. Я понял. Ну, секундочку. Есть принципиальная разница между противостоянием, а противостояние с осей есть, потому что осей действительно угроза. И войной. Все-таки война, это, ну, горячая война, если угодно, то это столкновение на поле боя. Никакого столкновения на поле боя с НАТО нет. Вот и все. Поэтому это ерунда. Понимаете, воевал ли Советский Союз, например, я беру гораздо более близко к тому, что можно представить себе, воевал ли Советский Союз с Соединенными Штатами Америки во Вьетнаме во время Вьетнамской войны? Конечно, нет. Никто не считал, что Советский Союз воюет с Соединенными Штатами Америки. А в то же время там была гораздо большая вовлеченность Советского Союза в эту войну по сравнению с тем, что там были советники, там были пилоты, там было очень много советских военнослужащих, которые воевали в этой войне на стороне Вьетконга. Поэтому никто тогда не считал, что Советский Союз воюет с Соединенными Штатами Америки. Никто так не говорил и никто так не думал. Поэтому вот здесь нет столкновения на поле боя. Солдаты НАТО не гибнут в этой войне. Поэтому никакой войны с НАТО нет. Это фантазии Путина, это фантазии его пропаганды. Поэтому нет, понимаете как, они же врут, они же говорят о том, что на той стороне, ну просто я не знаю, насколько вы часто и долго слушаете российские телеканалы. Я просто не знаю. Я это делаю постоянно, поскольку я занимаюсь медиакритикой, и мне приходится это делать. И там постоянно говорят о том, что по ту сторону фронта, то есть приходит какой-то человек и говорит в российский телевизор, что по ту сторону фронта вообще не слышна украинская речь. Вообще не слышна. Там только французская, польская, английская, в основном польская, английская речь. То есть и рассказывают, что вот сегодня там убили сто пятьсот миллионов польских наемников, завтра убили какое-то количество англичан и так далее. То есть они пытаются под эту абсолютно лживую тезу, под лживый тезис, что мы воюем не с Украины, а с НАТО, подложить абсолютно лживые факты, которых просто нет на самом деле. Смотрите, неоднозначность позиции условного Запада, который, естественно, не един, также продолжается в теме комментариев ударов по российской территории со стороны Украины. Ну, собственно, мы можем говорить, наверное, уже о том, что это Украина била беспилотникам по Татарстану, по Елабуге, которые целились в завод дронов, попали в общежитие, ООН осудила, Блинкин вышел, говорит, мы против того, чтобы били по НПЗ, Зеленский отвечает, съездите, поживите в Харьков, и тогда, собственно, высказывайтесь, осуждайте или каким-то образом комментируйте происходящее. Но тут же возникает такой очень важный момент. Если вот мы слышим Столтенберга, который говорит об интересах Запада, как бы предотвратить угрозу со стороны России, не тратя жизни и солдат, но помогая и продолжая это делать, что фактически он подтверждает, что Украина воюет за интересы Запада, за интересы НАТО, но в то же время накладываются какие-то ограничения. Ситуацию с ударами по российской территории. Казалось бы, ну, болевой порог и вот эту красную линию после последних недель атак Белгорода все уже переступили, а оказывается нет. Вы знаете, я бы хотел все-таки конкретизировать, кто что говорил. Блинкин осудил НПЗ, ООН осудили удар по Татарстану, Зеленский... Сейчас одну секундочку. Значит, смотрите. Ну, с Зеленским все понятно. Еще бы Зеленский не говорил то, что он говорит. Это позиция Украины, это позиция украинской разведки и службы безопасности. Это они наносили удары. Поэтому, естественно, президент Украины, что называется, это не только поддерживает, это его политика, удары по российской территории. Это очевидно. Так что с Зеленским все предельно понятно. Еще более понятно с Организацией Объединенных Наций. Потому что вот это же тот самый брифинг, то, о чем вы говорите, это брифинг пресс-секретаря, генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И это брифинг, в ходе которого были осуждены удары Израиля по депмиссии Ирана, в ходе которой были ликвидированы несколько воскопоставленных генералов, безусловно, участвующих, организаторов предоставления военной помощи Хамасу, Хизбалей и так далее. То есть это, ну, фактически, ну, скажем так, вряд ли их можно было оценивать как террористов номер один, как Усаму Бен Ладен. Но что-то близко к этому. Потому что это люди организаторы... Нет, нет, одну секундочку. Я согласен, это все нехорошо. Вообще без суда убивать нехорошо, я с вами согласен. И в этом смысле можно бы очень сурово осудить, например, ликвидацию Усаму Бен Ладену. Да, то есть его же без суда уничтожили. Но Израиль просто пытается выжить. Пытается выжить. На сегодняшний момент он уничтожает террористов Хамас без суда и следствия. То есть он их просто уничтожает. И сейчас идет в том числе осуждение того, что попутно гибнут мирные граждане. Смотрите, удары по гуманитарной миссии в секторе Газа с погибшими канадцами, британцам, полякам, это же не для того, чтобы выжить. Нет, это, я бы сказал так, это удары, здесь вот, ну, мы сейчас можем очень глубоко углубиться в эту тему. Значит, дело в том, что когда боевики прикрываются и дипмиссией, и, значит, гуманитарной миссией, когда они находятся под больницей, да, они, их штаб-квартира находится под больницей, то практически невозможно нанести, уничтожить боевиков, не уничтожив попутно каких-то людей, которых не хотелось бы уничтожать. Но иначе невозможно, понимаете? А были уничтожены какие-то боевики во время этого удара? Их, по-моему, было два, я могу ошибаться, но вроде как дважды были атакованы вот эти, ну, вот эта миссия, кухня, да, вот эта, ну, продовольственная миссия. Ну, да. Значит, опять-таки, что это было? Ошибка или неточность, или, так сказать, еще что-то. Идет фактически война на уничтожение Израиля. Цель, понятно, поставлена, цель, которую ставят перед собой Иран, значит, Хизбалла, Хамас, Йеменские хуситы, это уничтожение Израиля. Просто уничтожение этого государства, и фактически это окончательное решение еврейского вопроса. Это фактически официально провозглашается, и, в общем-то, в этой ситуации говорить о том, что и как-то осуждать удары по, значит, ну, в частности, мы сейчас не говорим о, значит, ударах по сектору газа, мы говорим о той самой пресс-конференции, том самом брифинге пресс-секретаря Генерального сектора и Организации Объединенных Наций, в котором одновременно, вот обратите внимание, ни одного слова осуждения, я внимательно читал стенограмму этого брифинга, и там ни одного слова осуждения не было в адрес России, которая наносит удары, в частности, управляемыми бомбами по Харькову, убивая каждый день людей. Ни одного слова. Сегодня вопиющие случаи прошлой ночью, когда спасатели приехали спасать, и ударили по спасателям второй раз. Да, ударили по спасателям. Вы знаете, ни одного слова, ни генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Гутерриш, ни вот во вчерашней пресс-конференции, вот в этом брифинге пресс-секретаря, я внимательно посмотрел все, что там было. Там было про Судан, там было про... Там много чего было. Была очень длинная пресс-конференция с массой вопросов, и если брать вот те темы, которые... Ну, про Судан не будем, правда ведь? Значит, там про какие-то другие страны, по которым тоже были вопросы, мы тоже не будем. Мы берем две темы, которые, ну, более-менее вот в нашем, так сказать, в нашей повестке дня актуальны. Это Украина и Израиль. И вот были осуждены Израиль за то, что он ликвидировал несколько высокопоставленных главных генералов Корпуса Стражей Исламской Революции, непосредственно отвечающих за снабжение и вооружение Хамаса и Физбалла. Вот эти люди, которые, в общем-то, являются действительно, так сказать, основными пособниками Хамаса и Хизбаллы. Это, с одной стороны, это было осуждение, и, с другой стороны, было осуждение ударов Украины по нефтеперерабатывающему заводу. Было сказано, что это... Они осуждают удары по гражданской инфраструктуре. Нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает керосином, дизельным топливом, бензином, украинские... Вернее, российские самолеты, которые летят уничтожать Харьков и другие города, Одессу, Киев, Николаев и Львов и так далее. Вот это гражданский объект. Понимаете, ни одного слова по поводу того, что делает Россия. Ни одного замечания.